индекс мос бирже к сожалению реализовался негативный сценарий о котором мы говорили последние три недели а именно пробой уровня 2720 первая цель движения а это уровень 2600 достигнут максимально быстро то есть следующая цель это уровень 2 500 и вот на нем самое интересное потому что если он не выдержит то получается что дальше на 2 300 безусловно после вот такого сильного движения будет какой-то отскок но я буду использовать его для поиска спекулятивных шортов по бумагу если резюмировать то как бы все внимание на уровень 2 500 софтлайн давал здесь идею в шорт 17 октября после пробоя зоны 130 шорт на откате к промежуточному уровню сто тридцать один с половиной стоп от двух с половиной процентов профит в моменте около девяти процентов если бы вы вошли сделку на сумму 100 тысяч рублей да то профит составил бы 9 тысяч рублей минус комиссия за шорт что получаем в итоге да от по понятному нам паттерну то есть все сделки если вы посмотрите они у них вот такая вот картина у всех риск два с половиной процента профит 9 процентов что дальше цена потихонечку пробивает уровень 120 но для поиска точки входа в шорт нужен импульсный пробой да то есть референс вот этой сделки будущий до следующий вот он он находится то есть нужен импульсный выход вниз и на ретесте уровню 120 можно будет искать точку входа в шорт цель мы определить не можем так как это исторический лай по бумаге также спекулятивно здесь по точно такому же принципу можно поискать лонг вот но это нужно делать уже в моменте транс нефть пока нельзя сказать что текущее снижение это продолжение глобального нисходящего движения так как цена торгуется в рамках 1200 1440 важно посмотреть реакцию цены на уровень 1200 нужно хотя бы небольшой боковичок от которого можно принять решение о входе в сделку в принципе что-то похожее здесь уже формируется как только это произойдет обязательно дам полный алгоритм действий до в нашем телеграм-канале ссылки смотрите в описании башнефть как пример того что я жду по транс нефти это башнефть то есть цена упала на зону 2140 образовала небольшой боковик и теперь все что осталось это увидеть импульсный выход из него причем неважно в какую сторону и на откате к промежуточному уровню 2117 можно будет искать точку входа то есть если мы говорим про лонг нужен импульсный выход ретест и соответственно цель движения ближайшая это уровень 2442 если мы говорим про шорт на то есть опять же импульсный выход ретест и следующая цель это уровень 1800 естественно да то есть мы там не за день-два до него долетим это будет с остановками и откатами яковлев он же бывший иркут в прошлом обзоре обсуждали такой момент что бумага показывает очень хороший отрицательный рост вот с конца сентября цена упала более чем на 50 процентов что сейчас делать смотрите цена пробивает зону 28 теперь на откате к промежуточному уровню 31 с половиной можно искать точку входа в шорт насколько я знаю сбер дает это сделать хотя на сайте мосбиржи написано что шорты запрещены вот и как это понимать надо надо уточнять вот следующая у нас цель движения вниз это уровень 19 половиной и отмена идеи это выход выше уровня 32 с половиной интерао на мой взгляд бумага держится лучше рынка но тут стоит отметить и то что когда рынок рос интерао тоже особо результатов не показывал на самом деле цена уже очень давно торгуется в диапазоне три с половиной четыре и видимо тот момент когда ей позволят выйти из этих рамок да еще не настал также не стоит забывать тезис о том что чем дольше длится боковик мы видим уже какой он такой длинненький до жирненький тем сильнее движение при выходе из него лср под зоной 720 есть хорошая консолидация и прям видно что пружина сжимается для того чтобы начать искать точку входа в лонг нужно увидеть импульсный выход и плавный откат к промежуточным уровнем 700 705 где и можно искать точку входа в лонг со стопом 3 3 с половиной процента цели движения наверх это уровень 800 для шарта та же самая история только импульсный выход должен быть вниз и соответственно плавный откат к тем же промежуточным уровнем а цель движения вниз это уровень 600 втб к сожалению здесь с публикации идеи в шорт я опоздал после пробоя зоны 84 ретест промежуточного уровня 85 как бы уже прошел вот поэтому однако как бы идею саму идею я давал в нашем телеграм-канале опять же ссылки смотрите в описании то есть кто следил за бумагой поздравляю с хорошей точкой входа на данный момент ближайший более-менее надежный уровень от которого можно присмотреться в шорт это 82 с половиной да это очень далеко от текущего значения цены но на всякий случай стоит иметь ввиду на мой взгляд основная цель снижения это уровень 69 сбер продолжается движение вниз след за всем рынком да и здесь есть спекулятивная идея в шорт вот на откате к промежуточному уровню 258 можно входить в позицию то есть шорт до со стопом от двух процентов цель снижения в этом случае будет уровне 240 234 газпром как и говорил в прошлом обзоре если уровень 131 133 не выдержит то полетим просто и без затей на уровень 122 так и получилось что теперь видим что уровень 122 пока держится поэтому можно спекулятивно поискать лонг но на мой взгляд это больше рисков чем профита вот а для шорта нужно увидеть импульсный пробой уровня 122 и на плавном откате промежуточном уровне 124 можно будет искать точку входа в шорт следующая цель движения у нас получается уровень 110 еще такой момент то есть я не прогнозирую что цена вот так себя поведет я жду такую ситуацию то есть как это увижу что цена себя так повела я буду действовать по вот такому плану напомню что каждый четверг в 19.00 по московскому времени у нас проходит открытый бесплатный вебинар на котором мы вместе с вами ищем интересные идеи по рынку я рассматриваю бумаги которые вас интересуют делюсь секретами своей торговой системы отвечаю на любые ваши вопросы и все это в прямом эфире для того чтобы попасть на такой вебинар нужно всего лишь зарегистрироваться по ссылке в описании под видео магнит цена упала на зону 4400 и теперь есть две идеи первая спекулятивный лонг на откате к промежуточному уровню 4420 стоп от двух с половиной процентов цель движения это уровень 4685 затем 4900 вторая идея в шорт после импульсного пробоя уровня 4300 на ретесте к тому же уровню и с целями к уровню 4000 и соответственно ниже напомню что точно такая же идея у нас была вот здесь и опять же я о ней писал в телеграм канале астром как и в магните цена также подошла к нижней границе своего диапазона 500 580 есть небольшая проторговка есть выход вниз однако не назвал бы его импульсным в любом случае попробую зайти в шорт на откате к промежуточному уровню 508 так как стоп от двух процентов отмена идея это выход из закрепления выше уровня 514 глобальная цель снижения это уровень 445 headhunter 5 октября давал идею в лонг на откате к промежуточным уровнем 3990 3800 то есть это не одна какая-то точка входа это диапазон для входа в позицию вот цель у нас это естественно обновление ближайшего локального хая вот немножечко до него не дошли но позицию я полностью прикрыл что теперь если цена действительно пойдет выше то точно такая же история повторится под зоны 4600 то есть проторговка импульсный выход перетест и можно будет заходить в позицию юга к мы видим резкие движения без хороших горизонтальных проторговок а это значит что цена в поисках своих рамок и если верхнюю границу можно обозначить это уровень 079 получается то с нижней пока не совсем понятно но на данный момент это 061 как следствие пока никаких идей по бумаге нет ммк как ни странно но ближайший сильный уровень для ретеста это 4 и 3 вот но до него еще нужно дойти а это почти 12 процентов то есть можно поискать спекулятивный лонг но на данный момент я не вижу от чего можно было бы оттолкнуться вот если на следующей неделе да на вот этой неделе на текущих значениях будет небольшая проторговка будем работать от нее лукойл с середины сентября бумага торговалась в относительно узком диапазоне это 6700 7100 и были все предпосылки то есть проторговка под верхней границей этого диапазона для дальнейшего движения наверх но для этого нужно было дождаться импульсного пробоя зоны 7100 сейчас цена упала к нижней границе этого диапазона и пока она находится вот в его рамках то есть мы не вышли вниз маловероятно данных но вероятность на продолжение восходящего движения сохраняется если же цена выйдет ниже уровня 6700 то следующая цель снижения это уровень 6300 а затем 6000 в этом случае соответственно после пробоя зона 6700 будем искать где можно будет присоединиться к этому движению